Эх, дороги! Нечищенные улицы остаются в топе новостей. Это фото с пересечения химиков и блюхера. Автор сообщает, дорога муниципальная, он узнавал. Но на горячей линии пояснили, техники для уборки снега мало, хотя заявку приняли. Участок между тем оживленный. Рядом детский сад, центр дополнительного образования, библиотека и педагогический колледж. Однако в комментариях дорогу посчитали еще приличной и стали делиться своими фотографиями и адресами. Микрорайон «Авангард», «Кордный», улицу Гагарина тоже не забыли. Возле администрации все чисто. Еще в одном посте про снег Амичка подвела черту. На фото красной линии обозначила, где начинается тротуар. Автор просит не ездить по этой территории и не парковаться, хотя осознает, под широким слоем снега не поймешь, что находится. А ведь это единственный кусочек для пешеходов, по которому дети безопасно добираются до 16-й школы и детского сада. Там и летом ездят, у кого машины повыше. Не раз видел. В Омск ВК автор жалуется на отсутствие 72-го маршрута в приложении. Теперь его неудобно отследить. В департаменте транспорта пассажиру сообщили. Перевозчик расторг договор на диспетчерское обслуживание. Очень неудобно, вздыхает Амич. Хорошо, что вообще ездят, отвечает ему в комментариях. Мне, конечно, тоже удобно было отслеживать ранее 72-й маршрут. Но, а как раньше-то мы ездили? Ловили на остановках и не парились. 72-й очень часто ходит. Другой Амич купил дом в поселке Миллиораторов. Сообщает, в новом жилье нет освещения. Газ обещают провести через 3-5 лет. Пользователи удивляются, как можно было купить дом, не узнав условий. И советуют электрокотел. Продать дом и купить в том месте, где есть газ. В том же Омск ВК пример, как наживаются на коронавирусе. На фото листовка в одной из аптек. Рекомендуют купить препарат от нового заболевания. В Китае лекарства еще не нашли, а в Омской аптеке оно есть, смеются пользователи. Рекомендуют лимон, имбирь и витамины для поднятия иммунитета. Не обошлось и без рекомендаций. Чего покрепче? Ну а чё, запасаемся масками? В Китае выросла цена в 110 раз. Желаем не болеть и продолжаем читать посты об Омске.